Всем привет! Вы на канале Travel Tours. Сегодня мы едем на восток Калининградской области на абсолютно новеньком Cherry Tiggo 4 Pro. Встречайте! Что сильно удивило эта система без ключевого доступа. Машина приветствует нас сигналом и открывания боковых зеркал. Открываем переднюю дверь. Сразу бросается в глаза эта защита порогов. Во время дождя не будет попадать грязь и вы всегда останетесь чистыми. Что мы видим? Кожаное сидение перфорированное, регулировки сидения, мультируль, 10-дюймовый дисплей. Панель управления 7 дюймов. Руль мультимедийный с подогревом. Обратим внимание на центральную консоль. Здесь мы имеем зарядку беспроводную. Мы можем спокойно положить телефон и он у нас будет всегда заряжаться. Обратите внимание сенсорный климат-контроль. Сзади очень вместительный салон. При моем росте метр 80 очень удобный. Очень много места. Я сижу вытянутыми ногами и спокойно себя чувствую. Люди большой комплекции будут себя чувствовать здесь удобно. На этой машине можно выезжать с друзьями, с семьей и места вам хватит. Если вам мало места, мы можем открыть заднюю дверь и легким нажатием кнопки сделать еще больше места. И у нас она получится 1100 литров. Хочу отметить, что мне очень понравилось. Это ее расход. Город у нас составил где-то 9 литров. На трассе мы при скорости 90 км в час у нас выходило 4,6 литра. Хочу отметить еще одну функцию. Есть два режима. Есть у нас эко режим. Также мы можем нажать кнопочку и включаем спорт режим. И машина хорошо начинает ускоряться. Сиденья передние имеют регулировки 6 позиций. Сидеть очень удобно, потому что уже проехали даже вот 260 км. У меня спина даже не устала. У меня 1,8 м. Рост. Люди, кто будет даже больше комплекции, даже выше, будут себя чувствовать идеально в этом автомобиле. Очень хочу отметить про функцию видеокамер 360 градусов. Она идет в двух режимах, в 2D и в 3D. Очень удобная функция. Также помогает при парковке автомобиля. Видно правую сторону, левую сторону, заднюю часть и переднюю. Нету мертвых зон. Можно также переключиться в режим 2D. И мы можем увидеть автомобиль сверху. Это очень удобненько. Протестировали сегодня автомобиль по асфальту. Ехали на восток Калининградской области. Ездили сегодня по проселочным дорожкам, по грунтовым дорожкам. Соответственно, эти грунтовки – это ямочки. Машина себя показала очень хорошо. Она очень комфортная, мягкая. Подвеска отрабатывает просто идеально. Даже если не брать, что у нас задняя подвеска, она полузависимая, с пружинами. Если вам даже нужно будет съехать с трассы, проехать где-то по неровной дороге, вы нигде. Это уж точно не зацепитесь. Про дисплей 10 дюймов. Мы к нему можем подключить телефон. Это либо Android, либо iPhone. Мы подключали сегодня через систему Android Auto. Телефон через шнур полностью синхронизируется. И все с телефона карты выходят на дисплей. Из минусов этой машины – это, конечно, неудобное правое зеркало. Каждый раз, когда я хочу посмотреть в зеркало, я почему-то попадаю в пластиковую часть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok